Вы ждите свои дороги. Вы же не знаете, о чем речь. Доброго времени суток, друзья, вы на канале Гусейнов ТВ. Что вы видели на этом видео, как злые полицейские пытаются заточить в автобус мусульманку, а эти мужчины защищают ее. Естественно, так бы подумал и я, если бы шел по дороге, по своим делам и как мужчина, все-таки я бы заступился за женщину. Но не спешите, эта женщина хуже, чем кажется. И я вам это докажу. Досмотрите это видео до конца и вы поймете, как такие люди, как эта женщина и этот ребенок в инвалидной коляске, могут зарабатывать на мусульмана, могут зарабатывать на обычных людях, в которых осталось хоть чуть-чуть сострадания. Один мой подписчик в инстаграме написал мне, каждую пятницу я хожу в соборную мечеть, которая находится в Москве, на пятничный намаз. И пока ты доходишь до мечети, по пути тебе встречаются всякого рода мошенники. От попрошайку, которых нет рук, до детей, которые жалостными глазами говорят, ради Аллаха, дайте, пожалуйста, копейку. Я приехал в Москву и решил сделать вот такой вот сюжет. Я отправился в соборную мечеть города Москва. И по пути, пока шел до своей цели, на мой путь стали разного рода люди. Попрошайки цыганки. К сожалению, большую часть этих людей, 99,9% это мошенники. Люди с азиатских стран, притворяющиеся беременными, немешними, прикрываясь верой в ислам, говоря ради Аллаха. А когда вплотную спрашиваешь их, они говорят, нет, Бог же один. Вы мусульманка? Мусульманка? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас? Болею. Болеете? Да. Сафрандиабет? Да, да. Ради Аллаха. Вы мусульманка? Нет. Хочу ли по-наси. Кто? Хочу ли. Вы мусульманка? Ну, нельзя же ради Аллаха милости меня просить. Ладно, положим вам. Здравствуйте. Не тяжело стоять так? Тяжело? А муж не содержит? Нет. Нормально. Нормально все? Ладно. Правильно. Да, я не знаю. Что с вами всем? Ладно, давайте. Мусульманка. Слушайте, Аллаху молитву. Вы мусульманка? Честно, говорит нет. А бог один брат. Ну ладно. Ладно. Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. Давайте вам тоже. Что же вы все беременные? Постоите. Мусульманка, нет? Нет? Ну ладно. Здравствуйте, бабушка. Что случилось? А пученьки у сердечка. Я не вру на задиханку сердечку. Смотрите. Они хватают. Они хватают. Они хватают. Они хватают. Они хватают. Видите? Здравствуйте. Здравствуйте. А печати где? Вот печати. Забыла Николаевна. С 4 августа было ей 5. Ладно. Сниму. Обратно домой буду идти. И принесу. Знаете, пока 10 рублей. Я не обманываю. Это как Аллаха боюсь. Я плохо боюсь. Но мусульманка? Нет. Я это литовка. Клянусь вам. Я литовка. Но я тебя не обманываю. Понимаете? Бог один. Нет, понимаете. Вы литовка? Литовка. Литовичка. Ну ладно. Больше на цыганку похоже. Ну ладно. Пусть будет литовка. Нет, литовка. Хорошо. Хорошо. Мне очень-очень было стыдно, что люди в платках одеваются. После я подошел к девушке в инвалидной коляске и спросил, нужна ли помощь. После я спросил, вы мусульманка, на что она ответила. Когда мы в платках, внимательно послушайте. Нам дают больше. Здравствуйте. А что у вас случилось? У меня ребенка подрывная операция. У нее просто операция подрывная. Двухсторонний проект. То есть почерп. Вы татарка? Русская? С Украины? Я обращаюсь к вашему инвестору, что они более верные. Должен, братья, помогите, пожалуйста. Мусульманка? Да. Откуда? С Киргизией. С Киргизией? Да. А разве можно попрошайничать? Не помогают братья? Братья? Не помогают. Можете помочь, пожалуйста? Мы на операцию идем. Матки, это у вас? У мамы. Давайте я после работы постараюсь, денежку сниму, если что, помогу. Пока я переходил подземный переход, я увидел парня азиатской внешности, который торговал хлебом. И одновременно плювался возле него. Рядом проходили люди, животные, грязь, пыль. И он продавал хлеб. Я подошел, сделал замечание, что, мол, брат так не делается. На что он просто игнорировал и стал продавать дальше. Окей. Пятница. Люди направляются в мечеть на намаз. Только ублюдков пользуются этим, чтобы заработать на чувстве верующих. Я вас не первый раз вижу. Вы хотите, вы цыганка? Ну, цыгане, в общем. Ну, смешно. Отдельное. И как часто? Много дают денег? Чего собрала? Ну, честно, пять тысяч в день есть? Ты что, были бы? Были бы, можно еще. А то и что? Можно вопрос, чисто как человек. Вы говорите, от имени Аллаха помогите. Почему от имени Аллаха? Вы мусульманка? Ну, Бог один. Бог, я понимаю, один. Но вы уже в заблуждение, в заблуждение людей вводите. Тут мечеть рядом, смотрите, послушайте. И люди ходят, да, вот на молитву. Люди верующие, они более доверчивые. А вы стоите от имени веры. И Аллаха говорите, конечно. Вы же не боитесь ничего, правильно? А что я боюсь? Вот и все тогда. Кто боится чего-то, скрывает, он убегает. Аллаха разрешал. Разрешал он тем, у кого нет ног, рук и не может работать. Ну, а если нуждаюсь? Нуждаюсь. Смотрите, это Москва. Здесь везде есть работа. Но попрошайничество могут делать только у кого ног, рук нет. Понимаете? А вы не хотите работать просто-напросто. Вы молодая. Почему я так резко говорю? Потому что так оно и есть. Я увидел многое, что даже рассказывать стыдно. Но я хочу с вами поделиться. Потому что я бы не был исламом Гусейновым, который рассказывает и показывает, как оно есть. Я не буду защищать нерусских от того, что они нерусские. Потому что я тоже нерусский. Если этот нерусский в чем-то виноват, почему я должен, собственно, покрывать нечестивого человека? По пути к мечети люди азиатской внешности раздают сим-карты. Бесплатно. Совершенно бесплатно. Эти сим-карты нельзя продавать, отдавать без документов. Как вы думаете, для чего это делается? А делается это с помощью ОПГ. Бандиты выделяют определенную сумму, скупают левые симки от Мегафона, МТСа и разных операторов. И раздают бесплатно. Мегафон. Давай МТС надо. Паспорт не надо на него? Нет, ничего. Готово. Если какие-то проблемы будут, на эти номера будут звонить, они будут решать. Точно? Не будут мне в этом? Нет, ничего. Бандиты, не бандиты? Нет, они все готовы. Они нифиги, бандиты, ничего не будут. Не выйдут на меня, если что? Нет, нет. Если какие-то проблемы будут, срок сразу бросают, к тебе не будет проблем. Если у меня проблемы, мне что нужно? Нет, если у тебя там симка, например, 20 рублей, да, снимается, у тебя больше снимается, да, ты потом наберешь вот эту команду, вот на этот номер. Эту компания надо. А он же без паспорта, что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь? Нет, они уже зарегистрированы на другого человека. А, на другого? Там, который уже может умер, там, что-то, они просто, они так же залают, зарегистрированы. Просто эти номера, они уже зарегистрированы на другого человека. Рахмат. То есть ничего не будет, да? Нет, они работают уже. Хорошо. Эти номера оформлены на умерших людей. Если какой-то бандит пользуется сим-картой левой, его легче вычислить, потому что она будет одна в сети, не зарегистрированная, или на умершего человека. Но если эти сим-карты будут включаться по всей России, Федеральным службам безопасности будет труднее искать этих злоумышленников, мошенников. Вот не раз, наверное, вам звонили, что ваша карта заблокирована, мошенники. Вот, пока я шел, сколько сим-карт мне раздали. Просто по пути сказали, брат, держи мегафон. Пожалуйста, МТС. На них бумажкой вручную наклеена инструкция. Это левые сим-карты, которыми пользуются в основном мошенники. Тут же пересечение границы. Если ты бандит какой-то, то ты легко, если у тебя нет гражданства, ты совершил преступление какое-то. Визитка, пересечение границы. То есть ты без паспорта можешь попасть в любой регион России. То есть за рубежи, в республику. Пока я шел в сторону мечети соборной в Москве, по пути мне встречались разные просто люди. В основном заставляют попрошайничать детей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое? Что случилось? Нормально все? Мама сказала, да, здесь сидеть? Ну, сам. В Российской Федерации есть статья, которая гласит, что вовлечение несовершеннолетних попрошайничества, эксплуатация детского труда карается законом Российской Федерации. Родители специально оставляют детей на улице, а сами отходят, чтобы те попрошайничали. А если полиция подойдет и, не дай бог, спросит, а где твоя мама, папа, заставляют ли тебя попрошайничать, ребенок уже натренирован. Он скажет, нет, я просто во время каникулов себе на лимонад собираю. И этим пользуются. Говорят нагло, ради Аллаха. Представляете, каким нужно быть актером. Кроме попрошаек, есть горе-бизнесмены, которые после того, как люди сделают намаз, продают разные продукты. Это типа халяльная колбаса, в которой есть 20% свинины. Это однозначно. Был сюжет, был скандал, когда в мясе нашли свинину. Эту же халяльную колбасу продают сами же мусульмане своим братьям. И не говорите, что они сами не знают про эту колбасу, что в ней есть свинина. Не бред ли? Также продают самсу. Говорят, внутри баранина. По 50 рублей самсу. Друзья, кто знает цены на мясо, тот поймет, что минимум такой бельяш с бараниной должен стоить 100 рублей. Но никак не 50 рублей. Вот мужчина, который продает эти бельяши. Здравствуйте. Помочь могу чем-то? Будьте добры, если можете. Пересадка костного мозга, нужно ребенка, лейкемия, кровь. Биобласт-адзюм. Операция стоит 70 тысяч евро. 70 тысяч евро? Да. 8 тысяч каждые сутки надо платить за ребенка. Ковач Василь, вы цыган? Нет. Украинец. Что? Украинец. Украинец? Да. Помогает вам мусульмане хоть? Так, если позвонить в фонд? Мы позвонили, они сказали, здесь только в сентябре месяце. Сентября месяц. Нам каждые сутки надо платить. А вы мусульмане? Нет. А в платках почему тогда? А? Почему в платках тогда? Нельзя ребенку здесь находиться. Нет, почему в платке тогда? Нельзя находиться ребенку здесь, сказали. Мы были в мечети. Вы не ходите в мечеть? Вы притворяетесь мусульманинами? Нет, нет. Хорошо. Салам аликум. А? Как дела? Хорошо? Да. Усен. Продолжай похоже. Давай, удачи. Сидят две азиатские женщины. Одна молодая девушка, а другая уже в возрасте, бабушка. Я замечаю вас очень часто. Вы стоите и попрошайничаете. Как вы считаете? Вы считаете себя мусульманками? Я знаю, сынок. У нас необходимые условия. Нет, нет, нет. Давайте начнем. Вы считаете себя мусульманами? Да. Как вы думаете, вы с вами попрошайничаете? Возможно? Садака, фитер. Можно кому давать? Кто старый, кто без ног, без рук. Многодетный. Многодетный. А где дети? Хорошо. Даже если так. Вот у меня мама болеет. Живот, посмотрите. Я понимаю, я понимаю. Это онкологическая болезнь. Вы гражданка Киргизии? Ой. Киргизии? Таких очень много. У кого там живот болит? Что болит? Вы молодая девушка. Я работаю в Киргизии. В Киргизии? В Киргизии. Меми, меми, депелепчер. В мальчике не приехали. Молодая девушка. Как ей не стыдно собирать, попрошайничать. Ты молода, ладно? Старуха. Ты можешь пойти, устроиться даже той же самой уборщицей. И заработать нормально деньги, чем сидеть и клянчить у мусульман деньги. Эту бабушку и эту девушку ранее, за 40 минут до мечети, я видел на переходе. Помните, бабушка говорит, что я больная, у меня так-то, так-то, так-то. Обратите внимание, как они меняют мешки с деньгами. Молодая девушка подходит и забирает этот мешок и дает пустой. А заполненный деньгами уносит. Это просто бизнес. Таким людям доверять не надо. Здравствуй. Помой чем-то? Вы мне помогли. Чем помочь? Вы мне помогли. Вы вас выручил все? Да, спасибо. А жили нормально все? Пока все. Точно? Спасибо вам. Скажите честно, сколько зарабатываете в день? Только честно. Честно, мам. Ну сколько, 3 тысячи, 4 тысячи? Нет, да ради бога, вы что? Тысяча рублей, если. А вчера вообще 500 рублей. Честно, клянусь. Менты гоняют? Вообще. Везде. Вы беременны, честно? Честно. Клянусь. Цыганка? Нет. А кто вас заставляет? Муж или вообще так принято? Нет, нет. Мне надо на лекарство себе взять. Я недавно вышла из больницы. Честно, клянусь. Я вижу, что он снимает. Да, он снимает. Мне просто интересно. Лицо не снимаем, не бойтесь. Мне просто интересно. Пускай снимает. Клянусь богу. Продолжаем движение и видим этих цыган. Самое-самое страшное люди. Братья и сестры мусульмане, проходя, реально ведутся на эту дичь, на эту чепуху, на этих мошенников. И реально дают деньги им. Понимаете? Из-за того, что мы мусульмане, с детства добрые, душевные, нам жалко. И нами же пользуются такие мошенники, которые манипулируют на вере. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полиция разгоняла этих цыган. Они наглые, понимаете? Там молодые девушки, 25-26 лет, переодеваются, ноги скашивают, типа они инвалиды. Хромают. Ради Аллаха, дайте, пожалуйста, мне деньги на лечение. И лечатся они десятилетиями. Просто не хотят работать. Они хотят, чтобы мигрант из Таджикистана за 1500 рублей целый день с утра до ночи работал. Пожалел, дал свои 200-300 рублей вот этой твари, которая попрошайничает. Потому что сердце у нас доброе. Здравствуйте. На что собираем? Благодарим фонд, раздаем листовку. А почему вы убираете? Потому что все, иду домой, все. Все, закончили? Ну, видите, все. Я не бойся ниоткуда, я просто гражданин. Можно вопрос просто тупо для себя? Нет никаких вопросов. Вас заставляют туда? Нет, конечно. Нам встретилась семья из Узбекистана. Женщина, дочка и сын на инвалидной коляске. Помните, да, когда они плакали, кричали, помогите, братья-мусульмане. И народ стал подходить, помогать сестре как-никак. Может, кто-то обижает. Встретили, поговорили, что случилось, почему попрошайничаете. Женщина, эта девочка несовершеннолетняя, 14-летняя, сказала, что у них нет отца. В Узбекистане очень плохо, и поэтому им приходится зарабатывать, попрошайничать на лечение бедного тяжелобольного брата. Очень хочется плакать прям. Вот Оскар нужно, Оскар подарить за суперхорошую роль. Запомните, они сказали на узбекском языке, если братья-узбеки слышат, они поймут. Да-да-ёх, отца нету. Ладно, жалко стало. Думаю, ладно, бывает. Поверил Ислам Гусейнов, и мой друг, брат узбек из Москвы, который помогал мне снимать. Пока шли к метро, наши фотографии уже распространились по WhatsApp у всех мошенников. Когда нас видели, узнавали по лицу и быстро уходили с мест, где они притворяются мусульманками, мусульманами. Через неделю мы отправились опять на пятничный намаз, чтобы доснять наше небольшое расследование. Мы увидели эту женщину, которой ранее предлагали помощь, но они не дали телефон, они отказались от помощи. Женщина с ребенком. Естественно, наш брат-юрист вызвал полицию, и полиция забрала этих мошенников. И тут началось... Выходить самостоятельно не можете подкрепиться? Нет, не может. Не может? А что с болезнью? Она вечной, здесь позолошена, на лечение я поднесла. Так, ну давайте, давайте. Все, ну давайте, девушка. Какой актер? Она говорит, что ребенка, позвоночник болеет. Проблема с позвоночником, и они собирают на лечение. Проблема с позвоночником, и они собирают на лечение. Или 151-я статья, и он в лечении не несется на лекцию. Закрытие. Да сейчас документы у вас выяснят, все. Выходить самостоятельно не можете подкрепиться? Нет, не может. Не может? А что за болезнью? Она вечной, здесь позолошена, на лечение я поднесла. Так, ну давайте, девушка, пройдем на ту сторону. Спасибо. Нет, нет, нет. Должен позовем, я. Нет, а вы ее позовете к автобусу, она подойдет, мы вас подождем. Вы, видите, мы не... Нервы, нервы, нервы тоже подождут, не переживайте. Вот, 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 здесь, вот, 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 вот. Все, девушка, давай. Мы и папу позовемся, придут сейчас. Вот, ну, ты же, подниму. Девушка, маленькая девушка. Женщина, вам уже 30 раз делали предупреждение. Женщина, девушка, не надо. Ниха, ходи, идешь и встретишь. Все, пойдем, 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 не волнуйся. Я переживай. Шабона! А? Шабона! Вот так. Шабона! А что вы, везем? Сейчас поедешь. Еще маленькая она. Ну, маленькая, пусть идет маленькая. Она тоже работает, да? Нет, маленькая она. Ай-тенбуларка, га-бл-менап, ай-тенбуларка. Такой, приятельz. Мазад и September months tired. Шабона! Желудики, а то, национiskt attacks, году. Сейчас машина елит. А то панику, знаете, она всё начинает. Ай-тенбуларка, национальности национальности. Ай-тенбуларка, ай-тенбуларке? Надо было раньше, то же. Шабона! Пон créему, хорош, плач. Оба-ге, ай-тенбуларка? Ай-тенбуларка? Га-бр-менап, а jangan nuevo? Отходим, 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 не надо не мешать сотрудникам, полиция работает. Отходим, отходим, не надо мешать сотрудникам, полиция работает. Вы разбите свои дороги, все хорошо, проходите, все нормально, проходите. Идите, молитесь Богом. Опа, не на бульсия. Походите. За что забираете, подозрите вас? Да? Разберемся, вы же не знаете о чем речь, вы же не знаете. Просто открываете домой и все. Да нет, все разберемся, пожалуйста. Господи! 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 Маленькая она! Господи! 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 Не, дочка, дочка, но... Дочка, дочка подойдет. Ваня, зайди, подойдет. Эй, пойдем. Не макал дай гвзлэр. Сабана, Сабана не подходит. Значит, она не читает нужды. Все, пожалуйста, все, классно, зайдите. Покажем. Покажем. Ну, здесь проводятся мероприятия, все. Сейчас разберутся и все, и какие проблемы. А потом, если надо, будет вам сказать, что случилось, или сообщат. Понимаете? После их посадили, полиция, спасибо, подняла коляску, потому что мальчик ходить не может, он больной, у него позвоночник, ноги. В общем, я увидел, что в коляске больной ребенок и женщина, которые собирают на лечение. Также мы подошли с полиции и забрали в отдел. Я не знаю, я полгода здесь замечать. Я вас уже несколько раз. Не, ошибайтесь, я все на Средниковске ходила. Обещаю вам. Как к вам обращаться? Аня. Все, вам с нами надо проследовать. Куда? До автобуса. Пока до автобуса, потом в ОВД, там будем разбираться. Чего разбираться? Нам надо было сказать, что нельзя стоять, я бы не стояла. Вы нарушаете законодательство. Я бы не стояла. Вам придется проехать с нами. Я не знаю, я что читаю. Незнание закона не освобождает от ответственности. Хорошо, я ухожу. Не надо. Стоп, вы не уходите. Вы сейчас задержаны за административное правонарушение. Посмотрите, сколько там предстоят. Послушайте меня, вы сейчас задержаны за административное правонарушение. Вы сейчас будете доставлены в отдел. Вам придется пройти с нами. Не бегать никуда потихонечку. Я отчего буду бегать? Чего я должна бегать? Надо бегать вам. Тихо, дети. Я не буду бежать уже. Я должна бегать от вас. У нас и нет такой цели, чтобы за вами бегать. Я журналист. Да, мне интересно, конечно. Будем освещать данную проблему. Двадцать шесть. Двадцать шесть ей? Да. А сколько там это? Ничего не думаю. Просто страшно. А паспорт есть, девочка? Дома. Да, дома, да? На квартире, да? Понятно. Так, я покажу сюда. Заезжай-ка. Ты живешь? Я видел, да. Сейчас поедем? Общий. Объяснение еще. Завязала на кухню. Это все объяснято. А давно с Украины-то? У меня три месяца будет только второго часа. Самое интересное, друзья. Привезли их в отдел. И брат узбек, юрист, который был с нами, стал на узбекском говорить, вставайте, уже все знают, что вы аферисты. Давай. Чем быстрее встанешь, тем быстрее уйдете. Все принимаем? Да. Все принимаем? Все происходит. Все. Слышней. Вот mouth, откуда уйдете мен? Ди А. о чудо ребенок заходил представляете я излечил больного ребенка а если честно у этого ребенка грязные кроссовки что означает что он ходит прекрасно как он потом признался на видео этого нету он очень любит играть в футбол а вот это вот уже цыганки которые тоже на лечение собирают деньги а это уникальный кадр где больной ребенок который не может двигаться на коляске помните прекрасно таки курит сигарету и на самом деле по паспорту 26 лет вот так мы и вывели мошенников на чистую воду заключение хочу сказать чтобы вы братья и сестры как мусульмане как христиане или иной другой веры я ко всем отношусь с уважением просто в мире столько мошенников что ты ему не можешь различить реально людям которым нужна помощь эти грязные люди манипулируют такими как я и как вы будьте осторожней будьте чистоплотны ведите себя достойно в чужой стране уважайте себя и все будут уважать вас через неделю будут новые выпуски не пропустите вам обязательно понравится мой инстаграм ссылки снизу переходите подписывайтесь отвечу на ваши вопросы по поводу рекламы тоже пишите тоже отвечу ассалам алейкум колбасы менэки ю о о о о о о Субтитры сделал DimaTorzok